Здесь я нарастил стену, это я ставил себе, 50 квадратов у меня получилось в студию, я отремонтировал за 40 тысяч рублей. И когда я все сделал, я зашел в эту комнату, первое, что я подумал, как я ее буду сдавать, честно, я думаю, ну все, хана. За пятнашку, ладно, за пятнашку, если что, всегда, сейчас она сдается за 21 тысячу в месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня зовут Максим, и я участник тренинга Николая «Инвестиции в недвижимость с нуля». Презентую защиту своего проекта. Объект у меня в Матище. Собственно, буквально в двух словах хотел бы немного о себе рассказать. Работаю я в сфере металлургии, занимаюсь покупкой черных цветных металлов, металлолома в том числе, в общем, все, что я знаю, с металлом. Вот. Тема инвестирования меня интересовала давно. В какой-то определенный период времени, когда я уже сколотил подушку безопасности, я начал думать, что же мне делать, как мне инвестировать. И, собственно, таким образом через YouTube я вышел на проект Николая. Тема инвестиций в недвижимость, она меня очень заинтересовала. Ну и, собственно, вот я подготовил проект, он у меня уже реализован, сейчас продемонстрирую. В момент прохождения проекта я себе ставил цель, денежный поток 23 тысячи рублей в месяц. Я брал максимальный срок 3 месяца. То есть хотел реализовать раньше, но брал по максимуму 3 месяца. Стратегия у меня выглядит следующим образом. Я хотел купить двухкомнатную квартиру в новостройке, разбить ее. Поскольку я снимал, я хотел одну штуку оставить себе, а студию сдавать в долгосрок. Что я планировал делать? Я получил ипотеку, получил ее довольно быстро в Сбербанке, 7 с небольшим миллионом рублей. То есть я окрулил, здесь 7, но 7,5 я получил миллион. Потом, собственно, купил я двухкомнатную квартиру в новостройке в городе Матище. Я приобрел ее в феврале, заехал, начал делать ремонт уже в марте. У нас давалось через месяц. Собственно, что касается студии. Студию я выбрал стратегию максимально экономного ремонта. Я ее отремонтировал всю, полностью, с мебелью, впрочем, за 40 тысяч рублей. Планировал за 50. Хотел сдать студию в долгосрок. Факт, я ее сдал за 21 тысячу рублей. Планировал 21-23 тысячи рублей. По параметрам самого объекта выбрал я жилой комплекс Ярославский. Собственно, почему именно его? Мне понравилась инфраструктура самого объекта. В пяти минутах ходьбы был торговый центр июнь, Дейли, автобусная остановка, школа через дорогу. Ну, в принципе, все необходимое. Собственно, по потенциалу прироста стоимости я рассчитывал, что вырастет цена в районе 18%. Ну, сейчас, если брать факт, она уже выросла на 20% за два месяца. Что я сделал перед покупкой? Я провел мониторинг рынка. Ну, как и многие. Я пообщался с риэлторами, я пообщался с одним из собственников. И, в принципе, что я узнал, что в среднем эконом-студия сдается от 5 до 14 дней. Купил квартиру, кстати, я на 600 тысяч дешевле, чем у застройщика. Застройщик мне предлагал подобную альтернативу. Там 65 квадратов было за 7 миллионов 800 тысяч. Я купил 70 до 7200. А за счет чего дешевле нашли? За счет того, что покупал у физлица по договору переуступки. В этом же доме, прямо в этом же... Можно я подел? Да, давайте. Получается, дом один и тот же, этажи разные, но стоимость 600 тысяч дешевле. Сам ремонт и моей квартиры, и студии занял у меня буквально 10 дней. За 9 даже я справился, округлился до 10. По деньгам. Конкретно свой я не беру, а студию я отремонтировал за 40 тысяч рублей. Там была отделка, уже была отделка. Я брал, говорю, максимально экономный вариант. Санузлы, мебель, все покупал на Авито. За 40. Это вместе с работой, кстати. На Авито вы покупали бушное или... Бушное. Да, бушный шкаф, диван, ну сейчас все покажу. И по поводу сдачи. Получается, 10 дней я сделал ремонт, на 11 я уже поставил объявление на Авито. Через 4 дня я заселил первого арендатора. Как это у меня получилось? Я планировал в долгосрок. Соответственно, я пообщался с первым арендатором, и ему я сдал посуточно. Он захотел заселиться на 5 дней, я ему сдал за 10 тысяч. 2 тысячи в сутки. Хотя ремонт, вы сейчас видите, там мегаэкономный ремонт. Что касается планировки. План квартиры у меня вот, собственно, здесь я нарастил стену. Это я ставил себе. 50 квадратов у меня получилось. Так, а вот это все дело я сдал вместе с общим тамбуром, получается. Я сдал сейчас за 21 тысячу рублей. Изначально было 2 стояка, и такой именно вариант я искал. Я искал еще почему. Я пару лет рассчитываю пожить здесь сам, но в дальнейшем я это разобью на 3 студии. Поскольку квартира на втором этаже, а подо мной коммерческая недвижимость, это узаконить будет, в принципе, не будет больших проблем с узакониванием помещения. Вот, как-то так. В принципе, особо ничего я здесь не делал. Здесь железная дверь, здесь нарастил стену, и все. Здесь живу сам, это сдаю. Вот, собственно, что получилось. Вот вся мебель на Авито, начиная от холодильника, шкафа, все на Авито. И все это обошлось мне за 40 тысяч рублей. Честно говоря, я когда это все... Честно говоря, я вот смотрел все варианты Николая, варианты там Елизаренко и так далее. И когда я все сделал, я зашел в эту комнату, первое, что я подумал, пипец. Как я ее буду сдавать, честно, я думаю, ну все, хана. За пятнашку, ладно, за пятнашку, если что, всегда сдам. Вот, я выложил объявление на Авито, на второй день ко мне пришел мужичок, я ему сдал его за 10 тысяч рублей 5 дней. Потом он через 5 дней съехал. И в течение, точно не скажу, 4-5 дней я заселил на долгосрок. Сейчас она сдается за 21 тысячу в месяц. Там у меня картина какая. Я арендовал раньше, возле метро Отрадного жил. Я платил 30 тысяч рублей за аренду. Сейчас я плачу, в принципе, то же самое, те же 30 тысяч, но у меня стоимость квартиры, я сейчас покажу, она уже выросла больше, чем на миллион. И ставка аренды, она индексируется, то есть от года в год, как правило, она там 500 рублей, 1000 рублей, но она тоже растет. Вот, ну ремонт такой, я сегодня когда смотрел варианты, я думаю, может вообще не презентовать эту квартиру. Ну вот как-то так получилось. Смотрите, личного капитала на все это дело я вложил 1 268 тысяч. Сам платеж по ипотеке, он 54 тысячи рублей составляется. А 21 тысячу мне сейчас платит арендатор, плюс коммунальные платежи. То есть в среднем там выходит 23 500, ну 24 тысячи. И 30 не остается платить. То же самое, как я платил за аренду. Собственно, по поводу потенциала прироста. Я думал, что потенциал будет 18%, но как только я уже сделал ремонт, сейчас буквально на той неделе я смотрел Авито, минимальная стоимость квартиры, подобных квадратов, она от 8,5 миллионов рублей. Это прямо минимум, это даже без мебели. Если брать мебель, ну допустим, у себя в квартире я делал качественный ремонт, эту квартиру я сейчас могу продать, ну 8 700, это, наверное, минимум. То есть если сейчас я ее продам, у меня будет где-то 114% на перепродаже. И по доходности вложений на личный капитал, вот я посчитал, у меня получается 19% при подобных вложениях. Вот сейчас получается план у меня следующий. Это был первый мой проект. Сейчас в этом году я хочу реализовать покупку однокомнатной квартиры без денег, с завышением стоимости. И поделить ее уже, сдать на посуточную аренду через управляющую компанию. Но весь смысл в том, что я хочу в этот проект ни в копейки своих денег вообще не вкладывать. Попробовать полностью потреб кредит, завышение стоимости. И считал доходность, там получается 35-36% при таком подходе. Привык жить в однокомнатной квартире, так и хотел остаться жить в ней. Сейчас пока в течение года я реализую еще один проект. Когда я его реализую, я здесь делаю три студии. Вот пока, собственно, я делаю таким образом. Продавать не собираюсь, хочу, чтобы она осталась, в принципе, на долгосрок. Одним словом, на долгосрок. А так, планировка позволяет без проблем, три студии из нее. Все деньги проходят через Сбербанк. То есть они видят много очень переводов, там, ну, хорошие суммы довольно-таки. Они мне за два дня дали там, ну, 7600-7800 что-то такое. Два дня одобрения у меня получилось. Ну, я подавал также в Альфу, я подавал в АТБ. В принципе, когда проходишь курс, Николай тоже советует как минимум 5 банков брать. И смотреть самые такие интересные, ну, варианты именно по процентам. Потому что, как говорили ранее, полпроцента на долгосроке это решает. Это реально решает. Нет, как физ. Ну, у меня есть ИП, у меня, я владелец бизнеса, но я и работаю при этом на официальной работе. И я подавал через официальных работодателей. Ну, так проще. Тоже я спрашивал, так проще. Вот поскольку был первый проект, получилось у меня как-то так. Хотел, Николай, еще раз вас поблагодарить за качественный курс, обратную связь и вашу поддержку в прохождении курса. Вам спасибо. Спасибо большое, Максим. Если вы интересуетесь вопросами инвестирования в недвижимость, создания пассивного дохода, то я приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость. Создаем надежный источник пассивного дохода». За два дня мы изучим с вами все основные тонкости, нюансы, фишки, секреты, которые позволят вам зарабатывать на недвижимости намного больше денег, чем это делают все остальные люди. Вы узнаете, как подбирать самые выгодные объекты, как их находить, как находить то, что почему-то продается дешевле рынка, как получить самые выгодные ставки по ипотеке, как не платить ипотеку несколько месяцев, как разбить квартиру на студии так, чтобы это было во много раз более выгодно, нежели при обычной сдаче, каким образом соблюсти все требования законодательства, как правильно с этого всего еще потом заплатить налоги, как сделать так, чтобы вы сдавали квартиру по максимальной стоимости. И еще огромное количество тонкостей и нюансов, которые будут на этом тренинге, которых мы не затрагиваем, не разбираем в открытых уроках на YouTube. Если вам эта тема интересна, крайне рекомендую посетить данный тренинг. Кроме меня, я там собираю еще обычно порядка 7-8 экспертов на этом рынке. Это управляющие компании, это риэлторы, это ипотечные брокеры, это строители, которые делают инвесторский ремонт и так далее. Сможете с ними познакомиться, получить их контакты и в будущем обращаться, если будет необходимо. Если вам тема инвестирования в недвижимость актуальна, приглашаю вас на мой авторский тренинг «Секреты инвестирования в недвижимость». Проходите по ссылочке под этим видео, регистрируйтесь, жду вас.